Одним из первых на известие о кончине поэта и диссидента Арона Атабека в больнице Алматы 24 ноября отреагировал Норвежский хельсинский комитет. Правозащитная группа, в частности, потребовала объяснений от властей Казахстана. Норвежский хельсинский комитет шокирован и опечален известием о смерти поэта и диссидента Арона Атабека в Казахстане, где он был недавно освобожден после 15 лет тюрьмы в тревожном физическом состоянии. Казахстанские власти должны объясниться. Свои соболезнования выразили эксперты Международной правозащитной организации Human Rights Watch. На фотографиях он был полностью истощен. Мои глубочайшие соболезнования его семье и всем, кто оплакивает его кончину. Я очень опечален этим известием. Мои соболезнования семье Арона. Покойтесь с миром. С комментариями выступил бывший посол США в Казахстане. Необходимо международное расследование. Жизни скольких еще политических заключенных находятся в опасности, написал он. Правозащитник Музафар Сулейманов написал о судьбе Арона Атабека и Азимжана Аскарова, правозащитника и журналиста узбекского происхождения. Он был осужден в 2010 году в связи с сожскими событиями и скончался в кыргызской тюрьме в прошлом году. Кыргызстанскому и казахстанскому режимам следует напоминать на всех политических уровнях и форумах, что они несут ответственность за политизированное заключение и смерти Азимжана Аскарова и Арона Атабека. Оба были бы живы, если бы не подвергались жестоким репрессиям со стороны властей. Корреспондент британской газеты «Икона» вместо других западных изданий в Центральной Азии Джоанна Лилис выразила мнение, что власти освободили ослабленного и больного Атабека умирать дома. Смерть поэта и до недавнего времени политзаключенного Арона Атабека – ужасное пятно на уже испорченной репутации Казахстана в области прав человека. Атабек был осужден на 18 лет заключения по так называемому шаныракскому делу и провел в тюрьме 15 лет. Казахстанские международные организации признали его политическим заключенным и на протяжении многих лет требовали его освобождения. В 2010 году ему была присуждена международная премия «Freedom to create» в номинации «Творец в заключении». Честного имени